Сложно поверить, но эта хрупкая девушка выбрала совсем не женский вид спорта. Елизавета Решетник занимается армрестлингом три с половиной года. Параллельно Елизавета пишет дипломную работу по армспорту, успевает работать и, конечно, много тренируется по два часа шесть раз в неделю. Елизавета признается, секрет ее успеха исключительно в трудолюбии. У меня нет каких-то суперспособностей, супер каких-то качеств или еще чего-то. В первую очередь, в моем случае, это все благодаря моему тренеру. Его работой со мной. И, наверное, благодаря моему труду в этом зале. Вот и бронзовая медаль Чемпионата России далась Елизавете нелегко. Ведь в финале соревнований Белгородка встретилась с чемпионкой мира по армспорту Алиной Волковой и бронзовой чемпионкой Европы Юлией Халфиной. Правда, тем, что проиграла таким именитым спортсменкам, Елизавета гордится. Не стыдно после них занять третье место на пьедестале. Остальные соперницы не составили труда, как бы громко это ни звучало. В том году я бы была очень счастлива, завоевав третье место. Но в этом году, не знаю, есть стимул расти дальше. Впрочем, это не самая большая победа спортсменки. Елизавета Решетник – трехкратная чемпионка ЦФО по армспорту, участница чемпионата мира и победитель всероссийского турнира по армрестлингу на призы первого чемпиона СССР Юрия Пузакова. В этом году чемпионат России по армспорту прошел в Екатеринбурге. За медали боролись 270 атлетов из 41 субъекта Российской Федерации. Белгородскую область на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Мануэл Дурбинян стал десятым из двадцати. Сергей Никулин в своей весовой категории занял восьмое место на правой и восьмое место на левой руке. Но в сумме, правда, стал только двенадцатым. Я в этом году тоже выступил гораздо лучше, чем в прошлом, потому что в том году я вообще замкнул двадцатку, а в этом году я стал седьмым. Зал, в котором проходят тренировки, можно назвать уникальным. От обычного он ничем не отличается только на первый взгляд. Например, этот тренажер для кистей рук имитирует борьбу с противником. Чем лучше соревновательнее упражнение, тем лучше эффект достигает. А здесь можно тренировать пальцы рук и даже каждый в отдельности. Это хорошая возможность совершенствовать свою технику, рассказывает Елизавета. Сейчас спортсменка позволила себе небольшой перерыв, чтобы восстановиться после соревнований. Но уже совсем скоро она опять начнет усиленно тренироваться. Ведь четвертого и пятого апреля Елизавета отправится на чемпионат России по армспорту среди вузов. Защищать честь не у Белгоум. Олеся Веденеева, Павел Емелин. К этому часу Белгород.